Всем привет! На этом уроке мы разберем, как подключить к мини-приложению свой бэкэнд. Изучим библиотеку Axios, узнаем, как получать и сохранять данные приложения, научимся обрабатывать и показывать пользователю состояние загрузки и ошибки сети или сервера. Начнем с установки инструмента. Для примера возьмем библиотеку для работы с сетевыми запросами Axios. Добавьте библиотеку в проект с помощью менеджера пакетов. Теперь создадим и настроим экземпляр для отправки запросов. Нам нужно определить свойства Base URL, путь до бэкэнда. Обратите внимание на использование свойства Env – глобальный переменный процесс. Так вы можете указать путь в момент сборки или запуска окружения для разработки. Это позволит вам подключиться к разным серверам для тестирования до релиза. Headers – заголовки, которые нужно добавить к каждому запросу. Content Type описывает, в какой форме передавать данные на бэкэн. Authorization – передает данные, необходимые для авторизации пользователя на сервере. Мини-приложение при запуске на платформе vk.com получает через квери часть в URL все необходимые параметры для запуска и аутентификации. Объект, полученный в результате выполнения запроса, будет содержать данные сервера и служебные данные, например, заголовки, статус и код ответа. Давайте извлечем из ответа необходимые нам данные. У экземпляра Axios есть свойство Interceptors, в котором можно настроить обработку результата запроса. Для этого запишем в свойство Response функцию, которая будет извлекать и возвращать данные, полученные от сервера. Однако и сам сервер может возвращать объект, содержащий запрошенные данные и мета-информацию, связанную с обработкой запроса. В нашем случае так и есть. Поэтому мы создадим служебный метод MakeRequest, который понимает структуру ответа нашего сервера и может отделить мета-данные и вернуть запрошенные данные. В этом методе можно также обрабатывать мета-данные, например, ошибки сервера. Теперь создадим метод для получения данных конкретного блюда по его идентификатору. Он будет использовать общую функцию MakeRequest. Обратите внимание, для получения данных мы используем метод Get. Наша функция GetDish вернет промис, который разрешится после получения ответа на запрос. Сетевое взаимодействие всегда строится асинхронно, чтобы не блокировать основной поток выполнения приложения. Используем нашу обертку GetDish в компоненте DishPanel. Обратите внимание, чтобы работать с ключевым словом Await, мы обернули код запроса данных в асинхронную функцию LoadDish. Дело в том, что функция, переданная как аргумент в UseEffect, не может быть асинхронной. Если данные получены успешно, мы записываем их в переменную Dish. В случае изменения DishID, например, при переходе на страницу другого блюда, мы снова отправляем запрос на получение данных и обновляем содержимое страницы. Самый простой вариант хранения полученных данных – локальное состояние в компоненте через UseState. В более сложных приложениях можно подключить отдельную библиотеку – менеджер состояний. Сетевой запрос может завершиться с ошибкой. Причины могут быть разные – сбой сети, недоступность сервера, отправка некорректных параметров или ошибка на сервере. Приложение должно обработать ошибку. В нашем примере мы оборачиваем запрос GetDish в блок TryCatchFinaly в компоненте. В случае возникновения ошибки мы запоминаем это состояние и вместо данных можем вывести для пользователя для описания ошибки и возможные варианты действий – перезагрузка, переход на другую страницу. Обратите внимание, что мы дополнительно поддерживаем состояние загрузки данных, чтобы информировать пользователя об ожидании ответа. При создании компонента мы устанавливаем флаг загрузки. После завершения загрузки мы сбрасываем флаг. В случае смены блюда мы будем показывать данные предыдущего до момента получения нового. Используем обертку PanelContent для отображения состояния работы с данными. Выведем индикатор загрузки, если сейчас происходит ожидание ответа от сервера. Если загрузка завершена, а данных нет или запрос завершился с ошибкой, выведем сообщение об ошибке. И, наконец, если у нас есть данные, выведем их. Рассмотрим пример отправки данных на сервер. Создадим функцию CreateOrder, которая сохраняет заказ через бэкэнд приложения. Обратите внимание, для изменения данных мы используем метод Post. В тело запроса мы передаем два параметра. DishID – это идентификатор блюда и DishOptions – массив идентификаторов опций, которые добавил пользователь. Вызовем функцию CreateOrder при нажатии на кнопку «Заказать», чтобы обработать действия пользователя и сохранить заказ на нашем сервере. В случае успешного создания в ответе на запрос сервер вернет нам идентификатор заказа. Используем его для перехода на страницу заказа. Изменение данных на сервере выполняется аналогично сохранению методом Put, а удаление – через метод Delete. Подведем итоги. На этом уроке мы подключили фронтенд нашего приложения к собственному бэкэнду, познакомились с библиотекой Axios и научились с ее помощью получать и сохранять данные. Узнали, как показывать пользователю статус ожидания ответа сервера и ошибки при выполнении запросов. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующем уроке, где мы изучим авторизацию на собственном сервере приложения.